МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Владимир Беляков. Вести экономика сообщают. Очередные переговоры США и Китая завершились провалом. Американский президент пообещал с 1 сентября ввести 10% пошлины на весь китайский импорт. Новая ограничительная мера затронет товары на сумму в 300 миллиардов долларов. На них будет наложена дополнительная импортная пошлина в размере 10%. При этом Трамп отметил, что новые санкции не пересекаются с прежними, которые включали 25% пошлину на 250 миллиардов долларов китайских товаров. В своем заявлении он посетовал на то, что Пекин не выполняет обещания. Реакция рынков последовала незамедлительно. Начался обвал, причем на всех площадках. Все три основные индекса потеряли в пределах процента. На валютном рынке юань начал стремительно дешеветь и обновил минимумы с ноября прошлого года. Ну а наиболее ярко развивались события на товарном рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent буквально за час спикировали на 6%, протестировав отметку в 60 долларов за баррель. WTI в моменте опускалась ниже 54 долларов. Костак передает. Акционерному обществу Фонд национального благосостояния Самрук-Казана разрешили подарить 100% акций трех аэропортов государству. Разрешить Самрук-Казана совершить сделки по отчуждению стратегических объектов 100% пакета акций Акционерного общества Международный аэропорт Айт-Рау, Международный аэропорт Ак-Тубе, Акционерное общество Аэропорт Павлодар в государственную собственность на безвозмездной основе, Говорится в постановлении правительства. Самые востребованные профессии назвали в Казахстане, передает Казинформ со ссылкой на Центр развития трудовых ресурсов. Как отмечают аналитики, по итогам шести месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 4400 вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли санитары, уборщицы, официанты и грузчики. В десятку наиболее востребованных профессий попали дорожные рабочие, воспитатели детских садов, медицинские сестры, водители такси и промоутеры. Более 6600 государственных регистрационных номеров повышенного спроса для автомобилей было продано с начала 2019 года в Казахстане на сумму в полтора миллиарда тенге, сообщили в государственной корпорации правительства для граждан, пишет Курзив Кейзет. За весь прошлый год в стране было приобретено 14909 номеров повышенного спроса. Самая дорогая комбинация на таких номерах включает цифровой ряд от 001 до 007, а также цифры 3 семерки. Такая комбинация стоит 575 700 тенге. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили новый способ мошенничества через платную рекламу в сервисе YouTube. В качестве приманки злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты, сообщает TNG News KZ. Под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из стран СНГ. Мошенничество обычно разворачивается по следующему сценарию. В ленте пользователя появляется рекламное видео с заманчивым предложением получить круглую сумму денег за пару простых кликов в интернете. Далее в видеоролике демонстрируются все действия, которые надо выполнить пользователю для получения крупного выигрыша. Как правило, речь идет о необходимости заплатить комиссию. Итоговая сумма может достигать нескольких тысяч рублей. Кэти Перри выплатит почти 3 миллиона долларов рэперу Грею, песню которого незаконно скопировала, передает РИА Новости. Злополучная композиция на протяжении четырех недель возглавляла Чарт Билборд и принесла Перри музыкальную награду Грэмми. Согласно решению жюри, лично Перри должна выплатить исполнителю 550 тысяч долларов. Остальную сумму предстоит внести лейблу Capital Records и продюсерам певицы. Адвокаты Грея заявляли, что спорная песня принесла Capital Records 31 миллион долларов и требовали компенсации в размере 20 миллионов. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok